Всем привет, дорогие друзья. Диана с вами на связи и хочет поделиться своими мыслями. Давай, Диана, расскажи нам. Сейчас я живу уже полгода в Турции. Я хочу рассказать, чем отличается Турция от Украины разными плюсами и минусами. Чем мне она нравится и чем она мне не нравится в Турции. Ну, началось похода, так как погода это один стык, что здесь будет теплый климат и осенью еще было тепло и нужно было носить футболку до определенного момента. Да, что когда при этом уже в Украине одели Курске. Да, и лично мне без разницы, где как я привыкаю к любому климату. Как бы, ну, здесь тепло, там холодно, ничего нет такого, если для меня в этом такого особенного, да. Поэтому я не ставлю здесь ни плюс, ни минус. Знаете, это нейтрально. А что тебя не смущает или не радует, что, допустим, здесь снега нет, что тут не нужны там сапоги до колен, метели нет? Не знаю, мне все равно, даже если здесь будет снег, будет, не будет, какая разница. Ко всем могу привыкнуть. Хорошо. Следующая это еда, да. Еда намного отличается в Турции от украинской еды, да. И всякие праздники и так далее. Например, здесь не празднует Новый год, День рождения, как у нас. Да, и... Да, в таком масштабе. И даже если праздную, то особо такого нет. Знаете, у нас на День рождения накрывают целый стол. Стол такой, пир на весь мир. Такая огромная кастрюля картошки, мяты, картошки, мяты, много разновидностей всяких там, салатов, комбаса, сыры, все, что такое можно. Что здесь такого нет, здесь, что могут это обычно поесть, просто просто тортик. И то, только дети. Взрослые, я так понимаю, такого не делают. Взрослых это обычный день. В основном, да. А еще вот расскажи, что тебе, вот где ты видишь там фотографии, да, вот на пикниках. Ты постоянно, Диана, когда постоянно видит наши вот эти вот мангалы, да, с шампурами. Да, да, да. Мангалы отличаются. Когда я еще была в Украине, мы устроили такой, типа, большой пикник. Там был мангал со свининой. Много было всего, короче, овощи, мангал и там таких больших этих... Это было шампурах. Да. Шампурах, мясо, особенно свинина, такими большими кусками, курица. Вот это все так жарили. Было очень много мяса, что здесь такого жаришь, немного, да, и здесь свинину как бы не едят. Да, свинину здесь не едят, это точно. Еще есть отличия. Так же к еде, да, здесь любят очень острые. Знаю, сколько я не употребляю столько много острого, не добавляю вот везде этот перец, салчу и так далее. Что здесь это уже пустые. На самом деле, когда я только приехала, да, меня всегда все удивляло, что тут так много всего острого. Сейчас я уже к этому привыкла, и мне опять-таки все равно. То есть я к ней уже привыкла. У меня нет такого, что прям, ну, я не хочу это есть. Ну, приготовь-то приготовь-то, приготовь-то, что ж буду есть. Как бы, уже как у нас, но все-таки, знаешь, скучаюсь за старой едой, типа... Парктошки-пюре. Да. С гуляшом. Да. Типа, давай. Еще идет по поводу того, что здесь по-другому вообще дома обстоят. Ну, дома, кстати, большие. Из-за того, что здесь очень большие семьи получаются. И зачем одна комнатная кому-то квартира, да, если здесь сразу можно по три, по четыре комнаты, по две. Да, зачем маленькие комнаты, если у всех много детей, как бы, куда им меститься. И также балконы отличаются от наших. Здесь очень мало застекляют. Наверное, вообще тут один номер, а можно найти застеклятный балкон. Везде балконы очень большие. Получается, большие балконы, как комната, только которая на улице состоит. Да, и они дорогие. Их постоянно надо, знаете, ныть, тут вот шваброй, чтобы чистым был балкон. Шлангой. Да. А еще здесь находятся дома очень близко. У нас такого нет. Но здесь дома находятся очень близко. Например, наш дом стоит напротив другого дома. И, то есть, как бы, можно тупо стоять и разговаривать со своей соседкой напротив. Ну, это так, к примеру. То есть, оно очень близко находится. Конечно, ты не тянешь друг друга руками, но все-таки довольно близко, чтобы можно вполне просто поговорить и все. И поэтому, чтобы не заглядывали, надо закрывать шторы. Ну, просто у тебя будут соседей смотреть. Все-таки не очень приятно, когда заглядывают тебе в окно и смотрят, чем ты там занимаешься. Еще отличается отопление. У нас, знаете, у нас стоят батареи, да, которые в определенный время год начинают гореть. Что-то тут такого нет. Это здесь у каждого, вот, что-то на балконе лежит уголь-дрова. То есть, его специально закупляется. Уголь-дрова... У каждого есть соба, которая, ну, топит дом. То есть, ты туда бросаешь уголь, она горит и топит дом. То есть, весь дом топит. На самом деле, это очень тепло и намного, я бы сказал, даже лучше, чем у нас. Те батареи, которые, чаще всего, очень слабо горят. Да, и мне тоже соба очень нравится. Настолько воздух после нее такой реально прогрет, да? Сухой. Да. Нет сырости и запах такой уюта. Мне очень нравится соба вообще. Просто я, например, удивлена, так приятно удивлена. Так что, это будет последний пункт. Я заметила то, что у тех людей, у которых в балконе находится, ну, самый первый, да, балкон, получается, он уже открытый. И там лежат спокойно себе вещи. Все, что можно там убежать. И самое интересное, что люди это не воруют. Да, то есть, они могут оставить, например, когда проходила на магазин, а видела, что там лежат всякие, ну, для уборки магазина. Никто это не ворует. У нас будут, ну, это своровали, неважно, нужно ли они тебе или нет. И вот, это своровать. Нет, ну, как бы, да? Здесь люди не воруют. Это, на самом деле, это огроменный плюс, который просто не могут там ставить все, что угодно на самом первом балконе. Никому это не надо. Вот я немножко, как бы, уточню, что балкон находится, да, вот на первом этаже. Даже смело, спокойно на этот балкон кто может забраться? Кот. Кот. Кот свободно запрыгивает на балкон с балкона. То есть, человек, проходя мимо балкона, может протянуть руку, да, взять, что захочет, но, тем не менее, не берет. Он сейчас, в данный момент, соседи, Диан, вот что там у них стоит на балконе, да, вот стоит вентилятор. Уголь лежит. Уголь, дрова, тапочки и т.д. и т.п. Столы, стулья, да, иногда даже сосед вы на первом этаже оставляет свой проигрыватель, да, радиус свое. Да, и стоимость его. Никто ничего не берет. Все, Диан, и такой последний, такой вот, все-таки, меня вот и интересно. Ну, тебе нравится здесь жить? Нет такого, чтобы нравилось. Мне, в принципе, не особо нравилось. Не знаю, одинаково. Одинаково. То есть, там дома нормально, а тут нормально. И ко всему можно приобретать. Это мое мнение. Ну, так. Хорошо. Все, спасибо тебе большое. Было очень приятно услышать твое мнение. И мне, я думаю, что нашим зрителям тоже. Спасибо. Всем пока-пока.